Один из моих подписчиков, или может быть просто гостей блога, очень упорно и настойчиво продолжает писать мне по поводу того, как я отношусь к посту Айдера Муждабаева, который уже, я так понимаю, удален. Написал Айдер Муждабаев сразу после выборов, ну и прокомментируйте заодно наши выборы в Украине. Пока все идет ровно так, как я сказал, мне комментировать нечего. Еще за неделю до выборов я предсказал, что будет второй тур, и что во второй тур выйдет Зеленский и Порошенко, и что в результате выборов второго тура победит Порошенко. Для меня Зеленский это спойлер Порошенко, и понятное дело, что он не собирается быть президентом, и изначально он понимает, что никаким президентом он не будет, у него нет никакой программы. Его самая большая и весомая положительная черта в том, что он актер, он может сыграть все что угодно. Лично по моему представлению, по моему сценарию, все идет ровно так, как и должно быть, и Порошенко, конечно же, будет вашим президентом. Успокойтесь, ребята, парохоботы, все будет замечательно. Ну а теперь, что касается поста Айдера Муждабаева, вот так выглядел этот пост, я его сейчас зачитаю. Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране, это обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить, их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще 6-8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого. Дальше карта, как мы понимаем, карта предателей. Вообще, в лексиконе Муждабаева в последнее время присутствуют только подобные слова. Предательство, предательство. Вокруг одни предатели. Кремлевские консервы. Все недостойные. Все друзья от него отвернулись. Ну и прочее вот это унылое одно и то же. Далее он этот пост удалил. Начал извиняться. Начал говорить, что он, конечно же, не думал ни о каких расстрелах. Конечно же, он не призывал никакой революции. Призывать он не мог. И что его неправильно поняли. Но, тем не менее, большинство прочитавших его пост поняли эти слова именно так, что он призывает расстреливать людей, которые не голосуют за Порошенко. И это мнение, ну, такого весомого, наверное, журналиста в Украине. Я не знаю, напишите в комментариях, насколько мнение Айдера Муждабаева в Украине влияет на кого-то и вообще какую роль он играет в Украине. Человек просит меня прокомментировать этот пост и вообще поведение Муждабаева как такового. Я могу так сказать. Айдер Муждабаев стал для меня под вопрос, конечно же, после дела Бабченко. До этого, года 2-3 тому назад, я мнение Муждабаева мне казалось весомым. Я читал часто его посты, даже, по-моему, пару раз озвучивал. Мне казалось, что это такой здравомыслящий человек, однозначно умный и прочее. Но в момент аферы СБУ с Бабченко все стало понятно, предельно понятно. Ну, как говорится, умным людям ничего объяснять не нужно было. То, что все это розыгрыш, то, что все это такая реальная подстава и что Бабченко, конечно же, все знал с самого начала. И это такого авантюрного типа человек, который пойдет на все, что угодно ради денег. Это стало понятно людям через несколько часов. И, естественно, такая резкая позиция неприятия со стороны европейской журналистики, которые написали, что это недостойное поведение, нельзя так разводить людей, нельзя журналисту самому становиться производителем фейковых новостей. Но в Украине, естественно, все это было воспринято на ура, с аплодисментами. Я, тем не менее, тогда уже принял определенную позицию и до сих пор ее придерживаюсь. Что мы видим дальше? Не было никакого грандиозного процесса, не было никакого объяснения. Все это замяли. Все это ушло куда-то в небытие. Все позабыли про эти дурацкие списки, про которые они говорили, про которые они врали. Но самое главное, что они про это врали. И для меня тогда это стало очевидным, когда сразу по горячим следам Евгений Киселев, к мнению которого я до сих пор прислушиваюсь, и мне очень хочется, чтобы хотя бы он остался на своих позициях вот этой журналистики высшего класса, тогда в передаче Евгения Альбац он трижды сказал, что не было никаких списков, я никаких списков не видел, мне никаких списков не показывали. Три раза он это повторил, и мне этого было достаточно. Евгений Алексеевич, список есть или нет? Из присутствующих, никакого списка там нам не предъявляли. Это я вам могу сказать совершенно ответ. То есть списка, списка составленного Москвой. Я третий раз говорю, никакого списка мне лично не показывали. Ну а Муждабаев в тот момент, естественно, занял позицию прикрытия задницы Бабченко. И это мне тогда крайне не понравилось. Для меня Аркадий Бабченко закончился там, с той свиной лужи. Больше он никогда не появлялся и не воскресал. Но было странно тогда и было важно, когда мнение другого уважаемого мной человека Игоря Яковенко прозвучало, но очень так тихо и незаметно. Он попытался тогда в своей передаче рассказать, что ну нельзя, дескать, Аркаша так поступать. Ну вот так он пожурил его. Вы же хороший, талантливый журналист, понимаете. А людям он попытался объяснить, что журналистов не убивают за посты. Их не убивают за какую-то болтовню в Фейсбуке. А журналисты погибают только за настоящие журналистские расследования. Я вообще считаю кощунством Бабченко перечислять в списки таких, как Анна Политковская, Щекочихин, там Пол Хлебников и теперь, к сожалению, Арханжамаль. Все эти люди погибли за расследования, за конкретные дела. То есть, когда журналист переходит дорогу кому-то, олигарху, какой-то группе, каким-то мощным силам начинает копать серьезное дело, тогда его жизнь в опасности. Бабченко – это вообще ни о чем. Человек, который своей наглой манерой, естественно, сейчас очень многим в Украине нравится. Но это плохой вкус. Бабченко – это отсутствие таланта. И человек очень обиженный на Россию. Понятно, мы все недовольны всем, что там происходит. Но то, что начался такой бобец со стороны Бабченко, когда он уже превзошел все возможные границы. Он как бы для себя вообще решил, что у него границ нет. И он может писать все, что угодно. И понятно, что вся эта история была создана для вот этой красивой фразы «Аркадий в студию», для красивой фотографии Порошенко. И вот в этот момент мне про этих ребят где-то приблизительно все стало понятно. Тем более я уверен, что Муждабаев не глупый человек, он все прекрасно понимал. Но вот важнее было прикрыть задницу Бабченко, потому что они как бы двое в одной лодке. И теперь вот эти годы я наблюдаю такую ситуацию, когда Бабченко и Муждабаев, это два бывших российских журналиста, как бы вынуждены кричать в Украине громче самих украинцев «Слава Украине!». Они очень хотят быть своими. Они хотят изо всех сил показать, что ребята, ну мы точно не предатели. Но вот мы за вас душой и телом, и пожалуйста, мы обосрем эту Россию больше, чем вы от нас требуете. Вот приблизительно так я расцениваю поведение этих двух друзей. Второй звонок для меня в отношении Муждабаева, ну как и естественно в отношении Бабченко, это для меня исчезают люди, которые просят у других деньги. Это позорно, это стыдно, особенно если человек живет, он наверняка лучше каждого из вас, просто нет в этом никакого сомнения, ну не стесняется, поворачивается язык просить по копеечке, стоять с протянутой рукой. Это принято в России и это, к сожалению, принято в Украине. Это не принято здесь, это не принято в Соединенных Штатах, это не принято нигде, но вот в России это процветает. Каждый человек, кто имеет выход на какую-то аудиторию, обязательно попросит себе лишнюю копейку, обязательно постоит с протянутой рукой. У тех людей, у кого просить просто нельзя, и это недостойно, это аморально, потому что многие слушающие этого Муждабаева живут намного хуже, чем он. И третий колокол вообще, в частности для меня, журналист исчезает с момента появления его в качестве блогера. Многие люди не понимают, им кажется, ну какая разница, и это средство массовой информации, и это, хотя я уже об этом говорил, пытался объяснить, эти две профессии, эти две занятости не совпадают. Они практически противоположные, я бы так сказал, несмотря на то, что это тоже средство массовой информации. Почему? Я объясню, это мое личное отношение. Я не вижу блогов известных и успешных журналистов, и слава богу. На YouTube есть, например, официальные информационные каналы, ну скажем, тех же крупных каналов украинских и российских каналов, и это нормально. Не успел посмотреть передачу, я не знаю, там, по первому каналу Украины, зайди, посмотри. С этим нет вопросов. Это обычные новостные информационные каналы, которые доносят новости. Или, например, есть прекрасный сейчас профессиональный канал «Настоящее время», наверняка многие его смотрят, или «Дойче Велле», или «Ост Вест», где работает знакомый Айдера Муждабаева Борис Райдшустер, на которого любит ссылаться Айдер Муждабаев. Но, в отличие от Муждабаева, у Райдшустера не возникает в голове создание своего собственного блога, потому что он, как журналист, востребован и полностью загружен работой. Не возникает мысли у того же Евгения Киселева создать свой собственный блог, я надеюсь, что до этого не дойдет. Не возникает мысли, например, у какого-нибудь Ивана Урганта, успешного телевизионного журналиста, создать свой собственный блог. Есть повтор передач Ивана Урганта, да, скажем так, его официальный канал, где то же самое, что на телевидении. К этим людям у меня нет ни малейших вопросов. У меня вопросы возникают к так называемым псевдожурналистам, которые заводят свои собственные блоги и начинают делиться своим собственным мнением, и они считают, что почему бы и нет, и не понимают, что в этом случае его журналистская профессиональная деятельность размывается и ставится под вопрос. Вот профессионализм журналиста заключается в том, что он доносит какую-то тему, максимально отдаляя ее от самого себя. А блогер, ребята, это полная противоположность. Блогер – это тот, кто высказывает во всем и всегда свое дилетантское, непрофессиональное, человеческое, самое обыкновенное личное мнение. И это делает блогера интересным. От блогера требуется то, чтобы он высказался о чем-нибудь со своей стороны. Он собирает вокруг себя людей, кому его мнение интересно. И он не претендует как раз-таки на звание журналиста. Интересно, блогеров не пускают ни на телевидение, ни в какие средства массовой информации. Туда им в основном дорога закрыта. А журналисты лезут сюда. И хочется сказать, ребята, занимайтесь своим делом. Если вы востребованные журналисты, у вас по сути должно хватать работы на ваших телевизионных каналах, на ваших сайтах, на ваших газетах, журналах. Чем вы там занимаетесь? И вы в конце концов получали образование. Почему вы сейчас превращаетесь в блогеров или отнимаете у блогеров их хлеб? Ну и что касается этого поста. Меня не удивляет ни риторика, ни агрессивный тон, ни призывы к расстрелу или какие-то угрозы мы будем стрелять Айдера Муждабаева. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Для меня Айдер Муждабаев постепенно перетекает в Бабченко, а Бабченко перетекает в Муждабаева. Они уже стали неразрывны. И в своей вот этой агрессивной риторике все больше и больше проявляется вот это нетерпение и отсутствие профессионализма. В последней своей передаче Игорь Яковенко опять же очень аккуратно высказался по поводу того, что Аркаша Бабченко опять что-то там написал, что не соответствует вроде как журналистской этике. И вы что-то, Аркаша, свой талант разбрасываете. И вот опять. Это тоже довольно сомнительное дело. Потому что Бабченко в последнее время просто превратился из хорошего журналиста во вполне оголтелого агитатора. Вот давайте посмотрим, например, его две цитаты. «Я вот, например, мало сомневаюсь, утверждает Бабченко, что Юлия Владимировна ради сохранения власти сделает то, на что у Януковича не хватило толщины кишки. Запросит братскую помощь у братской России». Еще цитата. «Лично для меня, Юлия Владимировна, это смерть. Потому что, когда она приходит к власти, меня высылают из страны. Потому что между Украиной и Россией до сих пор есть договор об эстрадиции преступников. Поэтому в данном случае Юлия Владимировна – мой личный враг и враг всей Украины». Ну, здесь я просто... Мне остается сожалеть, что свой большой литературный талант Аркадий Бабченко разменял вот на это – мой личный враг и враг всей Украины. Это уже какая-то володинщина получается. Россия – это Путин, Украина – это Бабченко. Ну, а утверждение, что Тимошенко попросит Путина ввести в войска – это уже Соловьевщина с Киселевщиной, на мой взгляд. Потому что, которые регулярно рассказывают о том, что, как Петр Алексеевич Порошенко по утрам пьет кровь христианских младенцев. «Быть журналистом – это не значит быть антисоловьевым и антикиселевым. Это значит быть не Соловьевым и не Киселевым. А если мы меняем знак на противоположный, то получается то же самое. Это не журналистика. И мне жаль, что Аркадий Бабченко... Я понимаю мотивы его, понимаю его ситуацию. Не дай бог попасть в такую ситуацию. Но на самом деле это жалко, потому что мне, я думаю, что жалко, что Россия и Украина потеряли, или почти потеряли, хорошего журналиста. И, на мой взгляд, приобрели так себе агитатора и пропагандиста». Господин Яковенко, хотелось бы мне сказать, с такими людьми, как Бабченко, нужно было занимать сразу очень жесткую принципиальную позицию, потому что это тот тип, кто и будет, и дальше так поступать. Этот человек не журналист. Это просто выскочка. Это просто человек, кто умеет писать, расставлять запятые точки, и сам для себя отодвинул все границы, потому что судьба у него такая. Человек, который стрелял в Чечне, гордится этим. У него моральные ориентиры сбиты давным-давно, еще в молодости. И я считаю, что существовал бы в России или в Украине институт репутации, сделал что-то непристойное, извини, мы ставим тебя под вопрос. Твою деятельность, мы начинаем относиться к тебе несколько иначе. По крайней мере, не как профессиональному человеку, и уж тем более не буду называть тебя журналистом. Вот приблизительно такое должно быть отношение, но до тех пор, пока вот так вот все мягко, все стараются как-то обходить углы. Точно так же с Муждобаевым. Один раз промолчали, второй раз промолчали, ну вот теперь призывы к расстрелу. Это люди, которые должны видеть четкие границы, и эти границы им должны показать другие люди. И если общество не будет это осуждать, если общество не будет говорить «стоп, Муждобаев», «стоп, Бабченко», мы вот это еще акцептируем, а вот здесь уже перебор, вот если они вот этого не будут говорить, то эти ребята будут продолжать все жестче, все агрессивнее, все наглее. Поэтому мое мнение, что нужно критиковать таких людей, особенно, если они на себя возлагают такое почетное звание, как журналист. Вот, к сожалению, в России и в Украине такие понятия, как институт репутации, не действуют, а вернее, напрочь отсутствуют. Если бы были институты репутации, если бы люди думали о своей репутации, то они прежде, чем выпустить подобный пост, 10 раз подумали, какая будет реакция. Но так как можно будет просто извиниться и никаких последствий не будет, то я думаю, что нечто подобное будет повторяться и в будущем.